Национальному банку Беларуси было предоставлено право в случае возникновения угрозы национальной безопасности запрещать куплю-продажу иностранной валюты или взымать налог, а также изымать доллары и евро со счетов морально-нравственных лиц, конвертируя их в белорусские рубли. Зачем нужны такие жесткие меры, как они отразятся на простом населении и столкнется ли Минск с финансовым кризисом? Европейские санкции, введенные в конце июня из-за серьезных нарушений прав человека и жестокого подавления гражданского общества, ограничили Беларусь от западных рынков капитала и основных источников валютных поступлений. Насколько известно, альтернатив у Минска не так много. Правительству и Госбанкам запретили привлекать финансирование в ЕС на срок более 90 дней. Под санкции попали также кредитные организации с долей государства, более 50% и дочерние компании. То есть, европейские кредиторы не смогут рефинансировать внешний долг. Им придется погасить его или заменить кредитами в других странах. Вы не можете полагаться на собственные ресурсы. В России международные резервы полностью покрывают внешний долг, но Беларуси до этого далеко. Ограничение торговли иностранной валютой на самом деле является попыткой снизить риск. Следовательно, приток иностранной валюты в Беларусь сократится и белорусский рубль неизбежно обесценится. Это значительно снизит уровень жизни. В первую очередь подорожают импортные товары, за этим последуют местные товары, несмотря на вероятные попытки сдержать рост цен. Опасаясь девальвации, белорусы покупают доллары и евро, поэтому аналитики не исключают, что инфляция в республике в этом году побьет все рекорды. Но есть и другой аспект. Поскольку хранить доллары и евро в белорусских банках теперь будет небезопасно, люди начнут массово их обналичивать. Это даст мощный импульс для оживления черного рынка валюты. Основной удар примет на себя бизнес, если регулятор обяжет юрлиться продавать валютную выручку. Одна из главных жертв – IT, которые хорошо развиты в Беларуси и приносят доход в иностранной валюте. Экспорт IT-услуг в январе впервые принес республике больше долларов и евро, чем нефтепродуктов. Субтитры создавал DimaTorzok